Моргенштерн. Как Моргенштерн? Опять Моргенштерн? Почему Моргенштерн? Ну вот, как-то да, снова он. На этот раз про войну, про победу, про праздник, на который хватит уже тратить миллионы. Ведь можно и стратить их куда более толково. На праздник варенья, мёда или там коневодства, что в Башкирии особо ценят. Алишер Валеев, так в реале зовут юношу, уроженец Уфы, 98-го года рождения. Вчера ляпнул что-то у Собчак, сегодня уже каялся. Видно, история с пропагандой наркоты его подкосила. Стоять до конца не было уже никаких сил. Сломался парень. Начал выть, что его неправильно поняли, что всё вырвали из контекста. Так себя ведут областные министры или райцентровские князьки, которых застукали за унижением пенсионеров и сняли всё это на мобилу. Не так поняли, вырвали. Меня самого чуть не вырвало от этой трусости и лицемерия. Ничего, Алик, у тебя не вырвали. Ни язык, ни контекст. Хотя что-то одно, может, и стоило. Много, значит, мы тратим на день победы, на прошлое, на память. Зачем так много? Можно было бы на новые победы, а можно было бы и вообще сэкономить. Оно, конечно, не так. Можно было бы. Это вот Кутлахмед Хайбуллин. Герой Советского Союза. Посмертно. Тоже из Башкирии, только из деревни. Погиб в бою в 43-м. Когда немцы уничтожили два наших противотанковых расчёта, он в одиночку уничтожил фашистский танк. Потом другой пытался его задавить. Трижды проехал по хлипкому окопчику, где мальчик совсем ещё, ведь ему 21 год тогда было, спрятался. Вот он трижды гусеницами проехался фактически по его хребту, но не додавил. И тогда Кутлахмед вылез из окопа и уничтожил этот танк, второй. Парень тогда остался жив, но звание героя не дождался. Погиб там же, через несколько дней, в Белоруссии. Недалеко от верхнего течения Днепра, там он и похоронен сейчас, под Гомелем, в братской могиле. И сколько таких было мальчишек? Почти 10 миллионов. Все как один ровесники этого самого Моргенштерна. 21, 22, 23, 24 годов. Кто-то раньше, кто-то позже. Погибали самые смелые, самые шальные, самые чумовые, бросались на абразуры. С собой уносили целый взвод немчуры, задыхались, засыпанные подрухнувшими блиндажами. Просто выкашивались, как степная трава, пулеметом врага. 10 миллионов мальчишек. Таких же. А может, все-таки не таких. Этот вот зассал сразу же на утро. А те не испугались ни разу. Хотя, что я там говорю, боялись, думаю, все время. Но шли все равно под эти автоматные очереди, ввалились на штыки, тонули в холодном Балтийском море. 10 миллионов мальчиков возраста Моргенштерна, похороненные по всей России, по всей Европе. 10 миллионов героев, благодаря которым и я теперь смело так верещу. И этот вот Моргенштерн. Они не заслужили, чтобы раз в год про них вспоминали. Чтобы раз в год в их честь тут проходила строим пару полков. Через пару недель, 11 ноября, в Великобритании пройдет День памяти павших. Это когда все, абсолютно все, от королевы и принца Уэльского до последнего упыренка из Глазга наденут на лацкан шелковый красный мак. С 1919 года отмечается этот день. Не 76, как вот Моргенштерн говорил, Собчак, а 102 уже года. И ни одному упыренку из Глазга не придет в голову спросить, а зачем нам все это помнить, недорого ли это нам все обходится. Может, поэтому и есть в Англии и современные победы. И, кстати, и у нас, может, поэтому есть. И это настоящие победы. От ресторанов, космоса до вакцин. И это вам не победа в вашем блядском тик-туке.